Субтитры предоставил DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Сейчас на Ямале действует 8 природных пожаров. Огнем охвачено более 200 гектаров тундры. Развитие цифровых сервисов и МФЦ очень облегчило нашу с вами жизнь. Мы привыкли дистанционно и за минуты получать госуслуги по самым разным запросам и приходить на приемы к назначенному времени. Теперь оценить принцип одного окна смогут и ямальские мигранты. В Новом Уренгое открыли для них отдельный многофункциональный центр. На Вауренгойске многофункциональный центр для мигрантов – первое заведение такого рода на Ямале. Теперь все нужные для иностранца специалисты собраны в одном месте – на улице Таежной. Принимать их будут только здесь. Бегать по кабинетам, разбросанным по всему городу, людям больше не понадобится. Мы специально приняли новых сотрудников и расширились для того, чтобы можно было больше обрабатывать количество людей. А сотрудники полиции просто переезжают с прежних мест на новую площадку. Благодаря электронной обработке данных сократилось и время приема. Человек вносит в программу свои данные один раз. И далее при переходе от одного специалиста к другому ему больше не нужно ничего заполнять. Даже в банковском терминале, чтобы оплатить пошлину. Когда человек оформляется, ему также на его паспортные данные оформляется QR-код. Сюда он приходит, QR-код сразу считывается, его данные загружаются и происходит автоматическое фотографирование. Он не тратит времени, пока сотрудник сидит и вручную все это набивает. После опыта многочасовых и многодневных стояний в очередях, чтобы оформить патенты ревит на жительство, столь комфортные условия несказанно радуют, отмечает гражданин Узбекистана Санжарбек. Он четыре года работает в Новом Уренгое. Сейчас снова оформляет трудовое разрешение. На все совокупно ушло чуть больше часа. В семь утра надо было стоять в очереди на улице, когда было холодно, или дождь, или жара. Мы ждали сейчас все документы. В одном месте можно делать фотографии, отпечатки, сдача документов и получение патента. Это удобно, конечно. Миграционные услуги в Новом Уренгое очень востребованы. Только за шесть месяцев этого года за патентами обратились около семи тысяч человек. Специалисты отмечают, в подобном центре необходимость назрела уже серьезная. Он заберет на себя весь поток иностранных граждан. Сейчас открытием данного центра это все облегчается. И облегчается не только тем нашим горожанам, и даже тем, которые приезжают из соседних городов. К услугам мигрантов 400 квадратных метров площади, 11 окон для приема. Электронная очередь, которой еще предстоит научиться пользоваться. Один раз пришел и сдал документы, а в следующий прием уже забрал готовые. Мы действительно постарались создать нормальные условия для мигрантов. У нас в перспективе мы рассматриваем нормальные условия, такие же создавать и в Ноябрьске, где, в принципе, значительное количество иностранцев работает на наших предприятиях. Ну и учитывая, что Селихард уже развивается, начинаются стройки, там уменьшается рост мигрантов, мы будем планировать такие же условия создавать и в Селихарде. Это три основные точки, где, в принципе, на сегодняшний день концентрируется иностранная рабочая сила. В плюсе останутся и работодатели, в основном это строительные компании. Их работники быстрее оформятся, а значит, раньше смогут взяться за дело и на стройках не будет простоев. Мария Яновская, Алексей Емелев, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. На Ямале завершается капитальный ремонт дороги Пуровск-Карачаево. На участке работают два подрядчика. Разбирают старую дорогу, укладывают геосинтетику, щебень, плиты и три слоя асфальта. На трассе появится площадка для отдыха водителей и автоматический пункт весогабаритного контроля, чтобы увеличить срок службы отремонтированного покрытия. Руководство Дорожной дирекции Янау отмечает, на этот проблемный участок было большое количество жалоб. Реконструкцию начали еще в 2020 году. К концу этого строительного сезона ямальцы получат 117 километров современной дороги. Торчащие арматуры и плиты уйдут в прошлое. В августе во время поездки по Ямалу Дмитрий Артихов оценит качество выполненных работ на основных участках трассы. Цель этого сезона – отремонтировать больше 170 километров дорог по всему округу и создать условия для комфортных и безопасных поездок. Возле Карамовского поста возводят первый на Ямале многофункциональный комплекс с кафе – станция техобслуживания стоянками. Для отдыха водители на участке от границы округа до Губкинского оборудуют пять площадок с местами для детских игр. И эта работа продолжится, отметил губернатор. Подобные площадки будут строить вдоль всей региональной трассы. Водители громыхающих машин и мотоциклов будут штрафовать. Подробнее в новостях – короткой строкой. Водители автомобилей и мотоциклов, которые создают излишний шум, возможно, будут штрафовать. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает возможность наказания для любителей пошуметь на дороге. Размер штрафов предлагается определять регионам в диапазоне от 5 до 30 тысяч рублей. Фиксировать нарушения планируют с помощью шумомеров, совмещенных с фото- или видеокамерами. На Ямал доставили мощи Георгия Победоносца. Ковчег со святыней в сопровождении духовенства из Норильска прибыл в Салихард. После совершения божественной литургии и крестного хода в Парке Победы прошла панихида о погибших воинах. 28 июля мощи Георгия Победоносца доставят в храм Лабытнанги. Затем в святыня отправится в Мао. На Ямале появится третий эко-дом. К концу лета его откроют в Ноябрьске. Концепция, как и в других эко-братьях Салихарда и Нового Уренгоя. Жители смогут приносить на переработку пластик, картон, бумагу, батарейки, алюминиевые банки. А также посещать эко-уроки, мастер-классы, научатся разбираться в маркировках и правилах сортировки мусора. В Лимбияхе скоро появятся первые в этом отдаленном районе города тротуары. Дорожники поделились свежими фотоснимками с ремонтной площадки. На них въезд в Лимбияху, улица Зеленая. Здесь сделают больше километра нового дорожного полотна. Сейчас короткий перерыв на рекламу. Не уходите далеко. Мы скоро продолжим. Новые теплые кирпичные дома премиум-класса от застройщика. Все дома расположены в 12 километрах от Екатеринбурга. Отделка под ключ. Цена от 6,5 миллионов рублей. 8 343 268 53 48. Центр недвижимости «Отрада». Как в Новом Уренгое сделать МРТ? Позвонить в поликлинику «Сканер». Выбрать удобное время. Прийти в поликлинику за полчаса до записи. Обследоваться. И получить результат. Все за один визит в «Сканер». Быстро, комфортно и без очереди. На Ямале впервые на деньги окружного бюджета закупят технические средства, реабилитации для людей с ограничениями по зрению и слуху. С января 2024 года гаджеты будут выдавать на прокат в соцслужбах на бесплатной и платной основе. Портативный компьютер «Эль Брайль» позволяет написать текст как шрифтом Брайля, так и с помощью речи. Ямальцам с проблемами слуха предложат системы связи для ведения диалога без использования жестового языка. Также будут доступны к прокату устройства распознавания речи «Чарли», текстафон, сурдотехнический планшет, портативные индукционные системы. Воспользоваться новинками смогут более 80 северян. Самое большое поступление технических средств реабилитации ожидают в Губкинском и Тазовском районе. На Ямале активно занимаются развитием социальной инфраструктуры. Каждый год обновляют ремонты в школах и садах, строят новые учреждения для маленьких северян. И эта важная работа не ограничивается территорией округа. В подшефной Волновахе ремонт в социальных объектах тоже идет полным ходом. Наш округ продолжает помогать подшефному региону Волновахе. В поселок Новотроицкое Волновахского района приехала ямальская делегация, чтобы проверить, как идут работы по восстановлению важных социальных объектов – школ и детских садов. Почти во всех учреждениях ремонты уже на финишной прямой. В школе номер два больше 80 лет. Здание давно требовало ремонта, а после того, как в учреждение попали два снаряда, ситуация стала уже критической. К нам на помощь пришел наш регион Ямал, который восстановил крышу в 100%, обновил стекла. Сейчас происходят буквально последние штрихи, и мы надеемся, что к первому сентябру этого года мы встретим наших ребят в новой обновлённой школе. Я, когда поднимаюсь на второй этаж нашей школы, которая вот с новой мебелью уже стоит, знаете, как будто в другую школу попадаю. Я не думала, что зимой этого года, что вот так вот быть может. Что наша школа дожила до практически капитального ремонта, такого стопроцентного обновления. Думаю, что это воодушевит не только педколлектив, но и наших ребят. Ведутся работы и в детских садах. Здесь обновляют не только стены и крыши. Округ поможет приобрести всю необходимую мебель и оборудование. Уже всё идёт к завершению. Ждём на данный момент мебель. Проведена вода, отопление сделано. Полностью сделан ремонт. Ну, как бы ждём только мебель и ждём наших детей сюда к нам. Всего в крупнейшем посёлке Волновахского района в этом году Ямал восстанавливает пять социальных объектов и 48 жилых домов. До этого они были наполовину разрушены, находились в полуразрушенном состоянии. Но благодаря нашим шефам мы видим возрождение мирной жизни в нашем посёлке. Ямал курирует Волноваху уже второй год. Не только восстанавливает здания, но и в целом постоянно оказывает гуманитарную помощь району. Помимо этого, между регионами налажены крепкие социокультурные связи. Большая площадь нашего присутствия. В прошлом году было построено 14 школ, 9 детских садов, большой объект здравоохранения, районная железнодорожная больница. В июне месяце губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение по строительству спортивных площадок на территории Волновского района. Всего у нас их будет 30 штук. А кроме площадок восстановят большой спортивный стадион в посёлке. Его, как и все соцобъекты, планируют открыть к сентябрю. Юлия Димитрат, за телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Северяне, ликуйте и готовьтесь убирать тайзики и больше не греть кастрюльки. В пятницу, 28 июля, в 8 утра на северную часть города вернётся горячее водоснабжение. Уренгоя теплогенерация закончила все профилактические работы. Котельную уже запустили и нагревают долгожданный ресурс до режимных параметров. А сейчас наш информационный блок продолжит программу «Патруль». Илья Ветров готов дать расклад по криминалу и происшествиям в округе за сутки. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...